В Екатеринбурге сегодня завершился чемпионат России по настольному теннису. По итогам соревнований будет сформирована сборная страны, которая отправится в Китай на стартующее в конце февраля первенство планеты. Вот оно победное очко Сергея Андрианова. Он взял реванш у Артура Григорьева за недавнее поражение на зональном первенстве. Финал получился очень красивым, очень зрелищным. Конечно, я не знал еще, кто выиграть. Я знал, что будет очень тяжелая борьба. Так и получилось в седьмом сете. На 10 очков я обыграл. Пока я сам еще не верю, что я выиграл. А серебряный призер чемпионата России вовсе не выглядит расстроенным. Я не чувствую себя проигравшим. Я не чувствую себя проигравшим. Я играл достойно. И проиграть Андрианову, знаете, это то же самое, что быть чемпионатом. За игрока профессионального клуба настольного тенниса УГМК Артура Григорьева болел весь зал. Но 20-летний теннисист остановился всего в шаге от золота и птевки на Олимпийские игры в Пекине. Кроме того, по результатам чемпионата будет сформирована сборная страны для участия в чемпионате мира, который стартует 24 февраля в китайском Гуанчжоу. Мы определили состав сборной и место оставили для чемпиона России. Поэтому вот такая была дорогая цена вот этого очка для чемпиона России. Чемпион России автоматически попадает в команду, которая планируется на Олимпиаду. Поэтому были такие острые финальные игры. В женском зачете победу праздновал Светлана Крекина. Она же в паре с Григорьевым завоевала золото в парном смешанном зачете. Светлана Батракова, Андрей Шнер, Вести Спорт, Екатеринбург.